Примерно полгода мы, наверное, если не больше, облизывались на недоступный за пределами Японии новый фильм Мари Окады. Одно из самых известных современных сценаристок аниме, написавший романтические сериалы Ано Хана, Ханасако Ироха, фильмы «Она видела небо», «Сердцу хочется кричать», «Для тебя я стану кошкой». И, конечно, драматическую картину «Украсть прощальное утро цветами обещания» о жизнях, текущих с разной скоростью. И отголоски этой работы можно прямо сейчас услышать в сериале «Фриран», провожающих «Последний путь». К нему Мари Окада прямого отношения не имеет, но идея там примерно та же. Долгоживущая эльфийка переживает взросление, старение и смерть друзей из числа людей. И «Украсть прощальное утро» был режиссерским дебютом Марио Кады. И вот в 2023 году она снова поставила полуметражное аниме по собственному сценарию, ленту, которую в Нетфликсе с 15 января прокатывают по всему миру под названием «Мабо Росси». В переводе с японского вот это слово «Мабо Росси» означает «иллюзию». И, видимо, такое международное название, собственно говоря, не «иллюзия», а именно «Мабо Росси», да, это, наверное, выбрано специально, чтобы как-то подчеркнуть какой-то некий японский дух фильма, да. Об изначальном названии, вот вы сейчас видите, ранние постеры фильма, я расскажу чуть попозже про это название, а сейчас коротко, наверное, в двух словах, без спойлеров. Я обозначу жанр и зачин. Марио Кады, конечно, не изменяет себе, и снимает она надрывную романтическую драму. Теперь с элементами, правда, не фэнтези, а научной фантастики. То есть она заруливает как бы на территорию Макота нашего Синкая, но делает это, естественно, иначе, чем он. И я бы сказал, делает это размашистее, острее и эмоциональнее, чем Синкай. Ну, она умеет. И это снова, как любит Марио Кады, история о подростках в крохотном городке, отрезанном от большой земли. Сама Укада выросла в Чичибу, в городе с населением 60 тысяч человек, он окружен горами. И это во многом история, как с мангакой Хаджиме и Саямой. Тот свою детскую изоляцию в небольшом городке Хита раскрутил в историю атаки титанов. Стены, стены вокруг там занимает место гор. А Марио Када в Маборосе, она живописует... Горы и речка. Да, тоже такую изоляцию маленьких групп школьников в духе, может быть, сериала «Стрэнджи Тинкс», да? «Очень странные дела». Городочек. Изолированы там, правда, не только школьники. Вот этот вот городок Мифусы, где живут герои фильма, городок рядом со сталилитейным производством. У нас он окружен горами с трех сторон и морем с четвертой. У нас такие поселения, когда-то называли фабричными поселками, да, а сейчас моногородами. То есть, вся жизнь там так или иначе крутится вокруг вот этого градообразующего предприятия. Там какой-нибудь шахты, фабрики или завода, где трудоустроена большая часть населения. А в Японии такие городки называют Кигио-Джо-Камати, корпоративные города-замки. Вот как феодальный замок и поселение во его подножье, так только вместо сюзерена коммерческая компания. В данном случае сталилитейная компания. И вот этот вот фильм, он открывается сценой катастрофы на заводе. Там происходит взрыв, после чего весь городок Мифусы, он оказывается отсечен от внешнего мира. Взрывная волна вызывает обвал в единственном там каком-то железнодорожном тоннеле, который связывает город с большой землей. И вот он элемент фантастический. Время в Мифусы замирает. Он погружается в коллективный такой день сурка, опять же, хмурый какой-то январский день 1991 года. Не меняется погода, над городом висит такое чаще всего серо-ржавое какое-то зимнее небо. Когда жители перестают взрослеть и стареть, и старики не умирают, беременные женщины там, например, они так остаются беременными, да, они не могут родить. И дети, получается, вот как раз, вот видите, женщина, она уже коляску купила и ходит с ней, но она по-прежнему с животом. И получается, что школу дети не окончат и не разъедутся по университетам и колледжам. И в городском совете там делают вывод, что Мифусы навлек на себя какое-то проклятие древней горы. Ну вот за неимением каких-то рациональных объяснений они вот решают так. И решают, что население должно вести себя как раньше, продолжая обычную жизнь. И да, дети исправно ходят там на занятия, взрослые на работу, где, в общем, скорее делают вид, что работают, чем работают. Все в надежде, что придет когда-то вот день, когда этот зависший мир снова придет в движение, выправится. Но чем дальше, тем вот эта вот надежда, она больше и больше выглядит беспочвенной. И вот один из ключевых героев, вот этот вот 14-летний Масамоне, он не хочет, конечно, провести вечность в школьном классе. Он хочет стать иллюстратором и, наверное, покинуть Мифусы. Но дни идут за днями, и учеба тянется монотонно. Единственный слабый признак того, что жизнь у них не совсем закостенела, это разрешение водить машину, которую он получает от взрослых. И Масамоны, его одноклассники, они вот практикуют все более какие-то травмоопасные уличные игры, чтобы хоть как-то чувствовать себя живыми. Да, там, прыгают с каких-то набережных, гоняют по стройке, не знаю, взрывают карбит. Ну, не взрывают, но близко к тому. И ситуация меняется, когда ровесница Масамоны, школьница по имени Муцуми, вот она, она тайно проводит его на фабрику и просит ей помочь позаботиться о такой странной, диковатой вот девочке-замарашке. Она как будто выросла среди волков, носится она по старым каким-то захламленным цехам этого стрелилитейного завода, лазит по грязной вентиляции, рычит, роется в мусоре, почти не говорит и вообще взялась не весь откуда. И, по всей видимости, ее появление как-то связано с катастрофой на фабрике, из-за которой город и попал вот в эту пространственно-временную изоляцию. Масамоны пытается решать загадку девочки, которую он прозвал Ицуми, и заодно пытается он разобраться со своим отношением к вот этой хладнокровно-ироничной однокласснице Муцуми, которую он поначалу терпеть не может, вернее, ему так кажется, что она терпеть не может, но от ненависти до любви, как мы догадываемся, всего один шаг. И параллельно там раскручивается сюжетная линия со стратегией выживания горожан, потому что многие воспринимают заточение в этом городке даже с облегчением, потому что не надо волноваться о будущем, и принимают они новое это, статус-кво. Но сохранять самообладание в этом закольцованном мирке удается не всем, и у кого-то план жить как ни в чем не бывало, он трещит по швам, как трещит по швам и расходится вот так вот трещинами свинцовое зимнее небо над городом, и сквозь те трещины, похоже, начинает проглядывать другая реальность, где мифуса был разрушен в результате катастрофы на заводе, и непонятно, вот как здесь быть, остаться в закольцованной реальности, да, где ты обречен на вечное существование вот в этом сонном, довольно комфортном, безмятежном январе 91-го года, или попытаться вот вернуться в тот мир, где авария не остановила время, где японская экономика скатилась в рецессию, где прошли потерянные десятилетия, где сейчас 2020-е, но ты сам, возможно, погиб от последствий того давнего взрыва. И вот как оставаться и рваться наружу, как быть с теми, кто рядом? Японский слоган фильма «Стремление любить разрушает мир». Мария Укадо сняла кино о юноше и девушке, чьи сильные чувства друг другу взламывают тело самой реальности, в которой под запретом любые перемены. И в интервью к книжному сайту издательства Коданча Укадо рассказал, что в значительной мере вот ее, на ее решение написать этот фильм, повлияла пандемия ковида, конечно, и связанная с ней принудительная изоляция, которая затронула практически все общество. Вот как мне всю жизнь внушали, что перемены – это хорошо, и вдруг всем нам предписали изолироваться и перестать на что-либо влиять, говорит Мария Укадо. Но мне кажется, она продолжает, что так было всегда. Да, даже если на словах приветствуются переменные реформы, обществу исподвольно навязывают нарратив, что по-настоящему меняться не стоит. Ну, а Япония вообще очень такая патриархальная. Да, и не зря, конечно, Укадо выбирает временем действия 91-й год. Сама она в то время училась в младших классах, а Япония испытывала, наверное, последние спокойные, сытые дни. Вторая экономика мира, пожизненный найм в корпорациях, еще не лопнул вот этот вот пузырь раздутых цен на недвижимость. Будущее выглядит безоблачным, фигурально, конечно, несмотря на пасмурное небо над Мифуса. И есть соблазн, конечно, задержать тот период, огромный соблазн остаться в этом изобильном застое, застопорить ход времени. Один из героев фильма прямо говорит, что это было лучшее время в его жизни. Почти как персонаж другого аниме, Мегазона 23, где люди оказываются помещены в имитацию Токио 1985 года, тоже еще сытного и беззаботного. Амари Акада, она поступила в столичный вуз и вырвалась из своей глубинки, круто изменив жизнь. И ее учебы, начало карьеры сценаристки пришлись как раз на депрессивные для Японии годы экономического спада, но творчески она расцвела и превратилась буквально из хихикамори, потому что она ведь всю старшую школу, по сути, просидела дома. Она не ходила в школу. Стала она одной из ведущих звезд отрасли, такой чуткой к людям, создательницей истории, каждый раз выстроенных, вот как эмоциональные качеи острейших чувств. Да, и ее состояние в школе можно, наверное, увидеть, зато она видела небо хорошо. Да, ну у нее книжка автобиографическая есть, вы читаете, если можете. Как стать из затворницы сценаристкой аниме, да, так и называется. Мешка отлично, кстати, да, согласен. Кенди Хорикава, продюсер студии PA Works, где Окада оперилась как сценаристка, он ей предложил пойти в режиссуру, чтобы, как он говорил, раскрыть потенциал стопроцентного аниме Марио Окады. Таким раскрытием стал как раз фильм 2018 года «Украсть прощальное утро цветами обещания». И под впечатлением от него Манабо Оцука, президент другой известной аниме-студии, студии Маппа, знаменитой по атаке титанов, магической битве. И он как раз предложил снять кино, ставшее бы работой Марио Окады на 200%. И, конечно, созданная на студии Маппа примерно той же командой, что делала прощальное утро, Мабо Росси вот стала как раз первой оригинальной полнометражной картиной Маппы. И да, прогноз про 200% он, конечно, оправдался. Это авторское кино Марио Окады, заряженная ее силой, ее страстью, не всегда логичная, не всегда выверенная, несколько такой раздерганная. И если сравнивать с тем же фильмом «Твое имя» Макота Синкая, с которым Мабо Росси, конечно, роднит история исчезнувшего городка и чувство подростков, как бы, противопоставленное судьбе, в фильме Окады, пожалуй, что и поменьше, наверное, такого трезвого расчета, анализа, продуманности. И Мабо Росси в самую первую очередь, он про сильные страсти, томящиеся в заперти. И сам Макота Синкай, он, видите, теперь не брюнет, он теперь у нас такой какой-то рыженький мужчина, он сам после похода в кинотеатр рассказал, что Мабо Росси ему очень нравится. Вот прям цитируем. «Сцены, слова и персонажи всегда в напряжении, на грани, а мир полон тайн. Ощущение заточения в застывшем городе, в зимнем городке, мне определенно знакомо». Вот он написал в Твиттере. И отчасти, конечно, фильм перекликается и с «Мальчиком и птицей» Хаяо Миядзаки, потому что два мира и герои как бы на перепутье между ними вынуждены делать выбор в пользу одного или другого. Ну и, естественно, под впечатлением остаешься надолго после просмотра. Хотя, наверное, я как впечатлительный зритель, я на украсть прощальное утро рыдал в три ручья. Здесь я как-то все-таки немножко держался, но тем не менее, да. И идея написать Мабо Росси сначала как книгу, а уже потом как киносценарий, пришла к Марио Каде на безлюдном железнодорожном полустанке в сельской местности, когда она и ее коллеги искали живописные локации для изображения в аниме «Наги Ноа Скара», то есть «Безоблачное завтра». Это сериал студии PA Works, 10-летней давности, еще 2013 года. Я его люблю очень. Да, да. У Каду тогда заворожила тишина, красота и вот тревожность этой пустой платформы, полустанка. И отсюда родились у нее мысли о земле, имеющей свои какие-то мечты, отличные от помыслов людей. И у девочки волчицы. И со временем эти мысли оформились в роман. Он долго лежал недописанным. Потом Марио Каде поняла, что она все-таки в первую очередь сценаристка аниме, что для нее очень важны визуальные образы, которые рождаются в творческой группе. История была дописана уже как сценарий фильма. А потом, тем не менее, уже во время работы над картиной Марио Каде завершила книгу, так что литературный вариант тоже виден в Японии, в пандански напрокатом. Вот так вот слева это постер фильма, а справа это обложка книги, собственно, написанной Марио Каде. Тоже напоминает сенкайские методы. Он тоже любит сам прописывать книжку. И, конечно же, сыгранность аниматорского коллектива, ранее уже выпустившего первый большой фильм о Каде «Украсть прощальное утро цветами обещания», в работе над Мабо Роще она очень помогла обойти ряд узких мест и сконцентрироваться на новых творческих задачах. Например, Тадача Хиромацу, рисуя раскадровки, он вместе с О Кадой старался сократить количество реплик и больше внимания уделить на этот раз мимике и выражение эмоций с помощью игры «Светотени». Продюсер Роцка в интервью японскому сайту Натали говорил, что внутри съемочной группы постоянно шли дискуссии о постановке разных сцен, о жестах и даже о дыхании персонажей. Марио Каде очень внимательно прислушивалась ко мнению художницы по персонажам Юри Ко Исии, художника-постановщика Кадзуки Хигасиджи, и все были настроены на живой диалог такой. И после пандемии значительная часть вообще японской анимационной отрасли остается на удаленке и не на каждом проекте его участники встречаются живьем ради таких продуктивных бесед и споров. И в ходе обсуждения премьерного показа в Токио Марио Каде отмечала, что «не общайся, они все живую». Вот я сейчас покажу, как это все выглядело. Вот они на... Это премьерный показ, две Сею девушек основных, и крайняя справа — это Марио Каде. Она говорит, что если бы они все не общались, не удалось бы, наверное, вытянуть один из таких ярчайших эпизодов фильма, это, конечно, эпизод с поцелуем главных героев, который... По-моему, попал в трейлер. Да, и за ними еще наблюдает еще один персонаж, там получается троица вся. И если бы актеры озвучения записывались по отдельности, как стали делать во время ковида, вряд ли бы аудиоряд так безупречно поддержал вот картинку этого тонкого и чувственного эпизода, чтобы еще, наверное, больше вас заинтриговать, я скажу, что это, вероятно, самый продолжительный поцелуй в истории аниме. Простите, я замерил, и в реальном хронометаже он длится больше трех минут, с учетом переключения на действия в других местах городка. И голосовые артисты Дюни и Эноки, Рейна Уэда и Мисаки Куно сыграли эту сцену в студии вместе, лицом к лицу, и получилось совершенно здорово. И, разумеется, еще звуковая составляющая Мобороси была бы неполной без песни «Шинон», написанной специально для фильма знаменитой эстрадной певицей, поэтессой, радиоведущей Миюки Накодзимой. Она выступает с 70-х годов, но впервые работала для аниме, всего потому что Марио Кадо набралась храбрости и прислала ей сценарий. И так он запал в душу певицы, что Накодзима с энтузиазмом согласилась, и финал фильма сопровождает ее голос одновременно такой и старомодный, и возвещающий перемены. На премьере о переменах говорили, кстати, эссею тоже. Актриса Рейна Уэда, которую озвучила Мусуми, она на вопрос о том, хотела ли бы она остаться в таком городке, как Мифуса, ответила, что испытала удушье, читая сценарий. А вот голос дикарки Ицуми, Мисаки Куна, она наоборот восприняла бы застой скорее положительно, потому что у нее есть кошка, и по словам Куна, было бы здорово, если бы они не расставались и не менялись. Сама Марио Кадо сказала, что раньше она писала о любви, приводящей к привязанности, но теперь ей владела желание рассказать историю любви как падение в пропасть, приходящей вне зависимости от того, как вы рационально оцениваете человека, о непостижимой силе, триггере перемен, перекрающем буквально реальность. И мне кажется, что ей это более чем удалось. Продюсер Кэнди Хорикава, обсуждая личность Марио Кадо, он называет ее человеком, который заставляет его, Хорикаву, помнить о собственной тяге к творчеству, потому что чем старше я становлюсь, говорит он, тем легче закрутиться в производственной рутине и забыть, ради чего я в анимо-индустрии. И вот Марио Кадо умеет хранить энергию и любовь к созданию анимационных миров, что само по себе редкость, и умеет она заражать этой энергией окружающих. Так что попробуйте посмотреть Мабу Роси не как еще одно такое надрывное романтическое аниме или как альтернативу Макото Синкаеву, а как исполнены силы и эмпатии порыв настоящего творца, художника с оголенными нервами. Ну и да, в завершение о названии, надо сказать, Мабу Роси в оригинале по-японски, вот он называется Арису То Терезе Но Мабу Роси Кодзио Фабрика иллюзий Алисы и Терезы. И думается мне, что это самое произвольное название в истории анимы последнего времени, потому что в фильме нет ни Алисы, ни Терезы, и все дело в том, что Марио Кодзио построила название на ослышке. Ей в детстве показалось, что Аристотель, а по-японски это звучит как Аристо Терезе, это два разных имени. Арису То Терезе, то есть Алиса и Тереза. И при желании можно, конечно, притянуть содержание картины к какой-то там аристотелевской научной картине мира, но вообще... Аристотелевская фабрика чудес. Да, но вообще это просто ослышка. Как нам в своё время в песне мушкетёров вместо слов «красавица и кубку» слышалась какая-то таинственная красавица и кубку. Ой, много слышалось. И Марио Кодзио, Марио Кодзио получается в такой вот такой курьёз, эту вот свою икуку красавицу протащила прямо в название фильма. То есть не прилипло это название, она так и не отказалась. Конечно, Нетфликсу ничего не оставалось, как переименовать его для зарубежных рынков Мобороси. Так что рекомендую не пропускать эту картину, под каким названием она бы до вас не добралась. Или Мобороси, или Алиса с Терезой, и как угодно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова